Приветствую! Ну что, началось. Областные ВЛК начали пересматривать решения ниже стоящих ВЛК и вызывать людей на повторное обследование. И вы скажете, стоп, так такое уже было? Нет, такого еще не было. Послушайте внимательно. Обратился ко мне человек, и это первая такая история, и он рассказал мне свою ситуацию. В 22-м году он был исключен с воинского учета, и есть соответствующая довидка ВЛК, есть соответствующая запись в военном билете. Его признали непригодным к воинской службе с исключением с учета. В 22-м году, летом, а на днях, ему звонят из ТЦК и говорят, приди, нужно поговорить. Человек идет в ТЦК, потому что ему стало интересно, чего же его вызывают, и ему дают некий документ, в котором подробно расписаны недостатки его дела. То есть вышестоящая ВЛК, областная ВЛК изучала его дело и расписывала недостатки. Чтобы вы понимали, какие это недостатки, скажу вот, ну такой самый, самый жесткий недостаток, который там нашли. Фамилия главы ВЛК и секретаря ВЛК написаны с большой буквы, а нужно большими буквами. Да, в соответствии с правилами деловодства, действительно нужно писать фамилии большими буквами. Но вот вопрос, насколько это может вообще повлиять на признание, либо не признание человека пригодным или непригодным к воинской службе. Это отдельная история, но главное, задумайтесь, насколько тщательно проверяли дело, что обращали внимание даже на написание фамилии, даже на соответствие правилам деловодства. И вот итог, самая последняя запись, которая там есть, я вам сейчас хочу ее зачитать. И вот вопрос, ну сама формулировка, диагноз выкликает великие сумнивы. Что это такое, не зрозумело. И главное, наполягаю, прибуты військово-зобовязаному. И конечно у нас здесь вопрос, кому-кому, военно-обязаному. Стоп, уже есть решение начальника ТЦК ИСП о исключении этого человека с учета. Есть соответствующая запись в военно-учетных документах, и его называют почему-то военно-обязанным. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос, а что делать в этой ситуации? Нужно вспомнить, нужно понять и осознать статус такого человека. Человек является признанным ВЛК и ТЦК ИСП, которые являются органами военного управления, то есть государственными учреждениями, государственными органами. И государство признало человека уже невоенно-обязанным, исключенным с воинского учета. А если тебя исключили, если ты не находишься на воинском учете военно-обязанных, то, соответственно, что ты не обязан выполнять, в первую очередь, правила воинского учета, потому что они на тебя не распространяются, ты уже не военно-обязанный. Отсюда возникает следующий вопрос, а должен ли человек по звонку явиться в ТЦК ИСП? Нет, не должен. На сегодняшний день ни один нормативно-правовой акт не предусматривает такую обязанность, как явку человека в ТЦК ИСП по звонку. Более того, есть решение суда, в котором человека оправдали в уголовном деле, оправдали, основываясь на том, что его вызывали по звонку, а такой способ вызова не предусмотрен. Далее, конечно, вы можете сказать, а если исключенному с учета принесли повестку и вызывают в ТЦК ИСП, обязан ли он идти туда? У меня есть сомнения в этом. Да, с одной стороны, у нас есть закон Украины о мобилизации, где в 22-й статье написано, что граждане обязаны явиться за выклыком. Но, во-первых, мы же обращаем внимание на формулировку «граждане, они военно обязаны», а с другой стороны, там указано, что они обязаны явиться в ТЦК ИСП для постановки их на воинский учет и для определения их назначения на военное время. И возникает вопрос, а вы же не можете меня даже поставить на учет, потому что вы уже исключили меня с учета, соответственно, не предполагает возможность вызова человека для взятия на учет, потому что повторная поставка взятия на учет людей, исключенных в связи с тем, что их признали непригодными к воинской службе, по состоянию здоровья не предполагается. И возникает вопрос, а зачем вы меня тогда вызываете? А можете ли вы вообще меня с этой целью вызывать? И здесь мой ответ, моя правовая позиция, я не претендую, как и всегда, на некую истину в последней инстанции, но моя правовая позиция такова, что человек, исключенный с воинского учета, не обязан являться и по повестке в ТЦК и ЕСП. И, соответственно, если человек явится, то здесь нужно понимать, что ваша явка по такой повестке и согласие с повторной ВЛК, с повторным обследованием будет легитимизировать эти процессы. И, соответственно, если вдруг, в конце концов, будет принято решение о том, что вас признали пригодным к воинской службе, вместо того, что человек был до этого исключенным, то, по сути, ваша явка легитимизирует, и здесь вам сложно будет уже обжаловать. Если же человек не является по такой повестке, принудительно его доставить, ну, чисто теоретически полиция может, но заставить его повторно проходить ВЛК и, самое главное, взять на учет на сегодняшний день вряд ли получится. Но, это, скажем так, хорошая часть. В чем плохая часть состоит? В том, что в указе 576 там сказано, что нужно разработать соответствующую нормативно-правовую базу под вот эти все проверки. И может так случиться, что в ближайшее время мы получим какие-нибудь новые изменения либо приказа МОУ номер 402 или 490, либо постановы 1487, либо закона ПРОВО и ВС, которыми будет предусмотрена возможность постановки на учет тех людей, которых заранее исключены с этого учета. Ну, а пока, на мой взгляд, действующее законодательство такого не предусматривает. Поэтому, что вам в этой ситуации делать, я думаю, вы уже поняли. Если внимательно слушали мое видео, если слушали невнимательно, прослушайте его еще раз. И если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм-канал, там гораздо больше информации, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну, а в конце я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.